Можно ли причаститься после исповеди смертных грехов или нужно просить эпитемью? Духовника нет, спасибо Господи. Дорогой мой, если священник принял твою исповедь и выслушал твои смертные грехи, и дал тебе разрешение, и не сказал тебе ничего про эпитемью, значит, прими это как руководство Божие. В это время Духом Святым тебе были прощенные грехи через священника, и он не посчитал нужным обременять тебе эпитемьей, потому что большинство людей эпитемью не могут нести, особенно если она очень тяжелая. И на священнике есть даже такой старческий совет, такой не обременяйте людей эпитемьями, люди слабые, вот он добрался до церкви, и слава Богу. И жизнь бывает у людей такая, что хуже эпитемьей не придумаешь. Там с работой не ладыки, кредиты, ипотеки, дети полезли в темный лес, у человека со здоровьем не ахти. Ну короче, жизнь сама по себе такая эпитемья, что дай дорогу. Поэтому люди, которые имеют сострадание, чуткость имеют к человеку, опять-таки, если нет такого духовного дураломства, они смотрят, ну какую еще эпитемью этому калеке, ну какую еще эпитемью, дай ему эпитемью, он вообще переломится. Поэтому жалеть надо у людей, как Исаия пишет, утешайте, утешайте Иерусалим. И вас выслушали, и вам дали отпущение именем Христовым. И так Дух Святой решил в таинстве исповеди, что не обременять вас эпитемьями. Поэтому, судя по сложившей ситуации, вам факт исповеди является вашим допуском к святым тайнам. Как часто причащаться, я не могу вам сказать, это опять-таки дело того, кто вас будет причащать и исповедать. Но на сегодняшний день вы примирены с церковью через таинство исповеди. И чаша выносится из алтаря для вас тоже. Так я скромно думаю, исходя из того, что можно думать, из удаленного общения.